МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами проекция о занятости и я, Евгения Розова. Немногие знают, что знаменитое высказывание Эзопа «Лучше поздно, чем никогда» – это лишь часть фразы, и целиком оно звучит вот так – не стыдитесь учиться в зрелом возрасте. Лучше поздно, чем никогда. Легендарные древнегреческие поэты-философы плохого не посоветуют. На самом деле, иногда только новые знания смогут вывести ракету вашей жизни на нужную орбиту. Престиж профессии не в названии, а в том, как человек выполняет свою работу, уверен лифтер Андрей Туров. И к своим, казалось бы, несложным обязанностям мужчина относится с уважением. Работа простая – сопровождаешь людей, поднимаешь, опускаешь. Задерживать пациента, которому очень плохо, может быть, ни в коем случае нельзя. В Коми-Республиканскую больницу Андрей Туров устроился год назад. Проходил здесь практику. И он понравился, и ему понравилось. Так и остался. Только дарь ходит, ну и помогает даже. Перекладывать бы от них, довозить до кабинетов. Вообще очень активный. Много лет Андрей Туров работал на торговом предприятии. После сокращения долго не мог найти работу. То возраст, то ограничения по здоровью отпугивали работодателей. Пока Сектудинский центр занятости не отправил мужчину учиться на лифтера. И тут все сложилось. Действительно могу сказать, что на рынке труда самое важное для человека, который ищет работу или даже потерял работу, это пройти переобучение. Так он будет конкурентоспособным на рынке труда. Даже в послании президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 1 марта 2017 года Федеральному собранию был на тот факт, что система занятости должна перейти от архаичной к современной за счет переобучения граждан, да на акцент. Средний американец за жизнь меняет работу по 7-8 раз. И это считается нормальным. А вот в Японии, напротив, принято сидеть на одном месте до пенсии. Там не любят летунов. Наш менталитет в этом вопросе всегда был ближе к японскому. Но сейчас ситуация меняется. Кого-то на получение новой специальности сподвигают обстоятельства, другие сознательно стремятся повысить свой статус. Получить новую и, что важно, востребованную профессию всегда помогут в региональных центрах занятости. Основной, конечно, столичный. Туда и отправляемся. У Сыктывкара больше возможностей в вопросе переобучения. Но и больше тех, кто обращается за помощью. Только за первые три месяца этого года этот центр занятости отправил за новой профессией 120 человек. Работа эта хоть и сложна, но для службы занятости приоритетна. Потому как многократно повышает шансы безработному сменить статус. Мы ведь нацелены не на то, чтобы просто обучить человека и, грубо говоря, выполнить эту программу для галочки. То есть, конечно, у нас цель, прежде всего, чтобы все люди, которые прошли переобучение, они закрепились обязательно на предприятиях. И целевой показатель у нас, конечно, достаточно высокий. То есть у нас 70% закрепляемости после переобучения. Список профессий предлагаемых очень широк. Поэтому здесь себя могут найти и те, кто хочет найти рабочую профессию просто. Либо повысить квалификацию, допустим, как бухгалтер, как специалист кадровой службы. Или поработать с документами. В списке предлагаемых профессий только востребованные местным рынком труда. Для мужчин актуальны навыки вождения тяжелой и спецтехники. Для женщин умение маникюрши и швеи. Ну а на поваров, пекарей и продавцов в Сыктывкаре всегда есть спрос, независимо от гендерной принадлежности. И пекарей, и продавцов готовят в Сыктывкарском торгово-технологическом техникуме. С центром занятости города Сыктывкара мы работаем не первый год. И работаем достаточно успешно. Ежегодно незанятые населения проходят курсы профессиональной переподготовки на базе нашего техникума, на базе нашего учебного центра. Порядка двухсот человек получают новую профессию. Или повышают квалификацию. Или повышают квалификацию. И височное тесто делаем, и заварное, и бисквиты. Бывший бухгалтер Вера Саюстова с воодушевлением лепит пирожки. Говорит, всегда тянула к ароматной профессии кондитера. Вот и обратилась в центр занятости, чтобы сменить профессию. Я пошла после Нового года, меня поставили на учет. И потом буквально месяц не прошел, и уже курсы. И я пошла на курсы, прошла медкомиссию и на курсы. Это бесплатно пройти медкомиссию, и оплачивается обучение. Новую для себя специальность пекаря-кондитера эти разные по возрасту, полу и предыдущие профессии люди получают под бдительным и строгим оком наставника. Оно и понятно. Всего за три месяца нужно дать огромный объем спецзнаний. Кондитерское производство само по себе – это очень сложный процесс. Начиная от подготовки сырья к производству и кончая получением готовой продукции. Это в основном пирожные и торты. Это сложный процесс. Но к нему, чтобы подойти, нужно все эти этапы пройти. В соседнем цехе не меньше вкусных ароматов и не меньше старания. У каждого своя причина получить новую профессию. Потому что она востребована, мне она нравится, мне она интересна. Сходя из того, что у моей родословной есть купцы, которые продавали хлебобурочные изделия, то как бы это нормально. С детства хотела стать поваром или пекарем, но решила вот на пекаря пойти. Мастера очень хорошие, обучение мне нравится. Я давно уже мечтаю, чтобы открыть свое производство в дальнейшем. Сейчас же тоже модно с домашней выпечкой на заказы, что кондитерские изделия, что дрожжевое, тесто, пироги, слойки. Я думаю, что даже будет своя клиентская база и на заказы. Это пока будущие пекари и кондитеры числятся безработными. Но уже совсем скоро они станут конкурентоспособными участниками рынка труда. А лучшие ученики получат заветное предложение о работе уже на экзамене. Результат обучения мы как раз таки увидим уже на заключительном этапе, в завершающем этапе обучения, это квалификационный экзамен. Когда они по окончанию обучения сдают экзамен, где присутствуют работодатели, представители центра занятости, что дает возможность работодателю отобрать себе уже потенциального работника. Еще один давний партнер центра занятости региона – Сыктывкарский политехнический техникум. За 40 лет здесь подготовили больше 20 тысяч квалифицированных кадров для различных отраслей промышленности Республики Коми. Готовят и сейчас. Каждый день Светлана Кулакова приезжает из Крапкировского села Визябаш, чтобы научиться новому виду стежков и хитростям швейных расчетов. Раньше я работала продавцом. Тоже училась в этом техникуме нашем сыктывкарском, а сейчас решила на швею за кройщицу пойти. Почему? А вот интересно мне это. Дома стоит машинка, и надо что-то интересное шить, и не умею. А думаю, надо сходить на закройщика. Все-таки профессия очень интересная. Направление сюда Светлана Кулакова сама попросила в районном центре занятости. И без проблем получила. Вообще, изначальная активность людей принципиально важна на любом этапе поиска работы. И это отмечают и мастера-наставники. Взрослым легче, они уже целеустремленно идут к познаниям. Они понимают то, что они хотят получить. И у них больше требований для получения этой профессии. Прежде чем сделать укладку, мы делим волосы ног и кровь головы на четыре зоны. То есть разделили. От уха до уха через наивысшую точку головы. При мудростями профессии мастер-куафюра Татьяна Блюн делится со взрослой ученицей Аленой. После экзамена девушка понесет красоту в свой родной Кайгородский район. Сейчас очень много женщин озабочены своим внешним видом. Тем более тенденции в моде появились всякие разные. Это сейчас и ламинирование, кератинирование, ботокс, бьютокс, окрашивание самые разные. Шатур, брондирование. Смысл этих непонятных и даже пугающих для обычного человека слов постигла активная и позитивная ижимка Елена Югова. Еще раз доказывая, молодость это не про возраст, а состояние души. А вышла на пенсию, стала сидеть скучно дома. Думаю, чему-то мне надо научиться. И вот записалась на курсы от центра занятости. Диплома парикмахера с нетерпением ждет не только Елена, но и ее ижимские подруги. Ждут, терпят, не стригутся, обросли все. Еду, всех постригу, так что ждите. Потом после того, как они проходят уже у нас обучение, через года полтора, два, они приходят ко мне же на повышение квалификации. Также у нас, помимо повышения квалификации, мы ведем и курсы моделирования от АДАЯ, курсы колористики, то есть мужские стрижки, женские стрижки. С удовольствием принимают они участие. А с такими знаниями уже не просто на хлеб с маслом заработаешь, но и на икру, улыбается Татьяна Блю. Рабочие специальности, они в принципе дают больше шансов на трудоустройство. Это подтверждает и представитель рабочей династии Ивлевых Сергей Александрович. Он много лет готовит слесарей по ремонту автомобилей и часто встречает своих выпускников, как на крупных предприятиях, так и в маленьких мастерских самых отдаленных районов республики. В данный момент получается, что рынок спроса по ремонту автомобилей очень большой. Денис Маркуш к специальности штукатурмоляр решил добавить знания по слесарному делу. Говорит, захотелось серьезной мужской работы. Интерес есть в такой работе. Занятости рук, головы. Интересно. Денису вторит и будущий коллега по слесарному цеху Александр Пахтеев. Говорят так, кому интересно ковыряться, лучше поковыряются. Покрутят гайки, механизмы изучат. А кому профессия, допустим, с бумагами или полегче что-то, каждый выбирает на свой вкус. Если есть желание, то и будет результат. Эту фразу вполне можно сделать девизом специалистов по профориентации службы занятости. Именно к ним приходят безработные перед тем, как отправиться на учебу. Наши профконсультанты-психологи тестируют человека, проводят с ним беседу, в ходе которой выявляют его склонности, интересы, желания, ну и состояние здоровья, которые определяются, позволяют, не позволяют заниматься тем или иным видом деятельности. Ну и также доступна государственная услуга по социальной адаптации. То есть человек в ходе занятий обучается навыкам поведения на рынке труда, обучается технологии поиска работы. То есть там дают навыки прохождения собеседования, совершения телефонного звонка с целью поиска работы, составления резюме. Важная деталь. На получение новой профессии и повышение квалификации с помощью центра занятости могут претендовать те, кому особенно сложно найти работу. Люди с инвалидностью, те, чей возраст подбирается к пенсионному, а то и преодолел его, а также молодые мамы, что сидят дома по уходу за ребенком. Жительница Вильгарта Любовь Фетязева уже в декрете узнала, что осталась без работы. Ее отдел расформировали, но девушка не опустила руки. Предлагали много вакансий. Больше вакансий, конечно, было, наверное, в городе, а вот это мне не устраивало. Я хотела, чтобы было в Вильгарте что-то рядом с домом, ну и рядом с сыном, с садиком. Искала работу, по своей специальности ничего не нашла, и тогда мы решили переобучиться. Как раз были курсы, бухгалтера мне предложили, и я пошла. Училась буквально три месяца в прошлом году, и с этого года до с января я начала работать теперь тут. Работать точечно и на опережение. Тонко чувствовать конъюнктуру рынка. Это помогает службе занятости региона добиваться хороших показателей в вопросе обучения безработных. Мы дополнительное финансирование выделим для того, чтобы и в этом году, так же, как и в прошлом, более двух с половиной тысяч людей прошли профессиональное переобучение через службу занятости. На самом деле это внушительная цифра, если говорить о всей той численности людей, экономически активного населения и занятых в экономике. Получается, что служба занятости все время ведет вместе с учреждениями образования вот эту постоянную переквалификацию в течение жизни. К слову, самая сильная тяга к новым знаниям сейчас наблюдается у жителей Сосногорского района. На курсы овощеводов от центра занятости тут записались сотни человек, чтобы уже в сентябре начать выращивать огурцы и помидоры для своих земляков. Осенью в Сосногорске ожидается запуск суперсовременного тепличного комплекса. Воспринимайте смену профессии не как трагический излом жизни, а шанс на что-то новое, увлекательное и обязательно лучшее. Всем, кто в этом нуждается, я желаю удачи в поиске новой работы. Остальным – ходить на работу, как на праздник. Пока!